Всем привет! Сегодня начинаю снимать вам влог в такой необычной обстановке. Непосредственно сразу в магазине. Вышли мы уже из магазина. Зашли за бытовой химией. Я не буду показывать, что из бытовой химии мы купили, но откуда в магазине бытовой химии могут быть наборчики для вышивания. Не иначе, как супруга хозяина магазина вышивает. И посмотрите, какие наборчики я купила с 40% скидкой. Вот эти клубнички. Только недавно я девочкам говорила, подружкам своим, как я хочу вот такие клубнички. Я даже поехала за ними в Леонардо. Но там они стоили 700 рублей. И я передумала их покупать. А сегодня я их купила за 460 рублей. Представляете? Вот такие классные клубнички, чернички. Черника это. В общем, ягодки, цветочки, все, как я люблю. Моя любимая тема. Ну и вот эти яблочки. Вот эти яблочки купила за 270 рублей. Я не смотрела, сколько они стоят на сайтах, но в Леонардо они стоят дорого. Ну, в общем, я тоже решила их купить. Из этой серии есть два сюжета. Груши и яблоки. Видела я отшивые. Они прелестные. Они выглядят как настоящие. Особенно вот это яблочко, которое слева, крайнее, очень выглядит натурально, реалистично. На равномерке вообще, наверное, классно было бы этот сюжетик вышивать. Но пока я в ближайшее время не буду начинать, потому что я начала много новых процессов. Но обязательно вышью. Обожаю Алису. Так же, как и чудесную иглу. Ну, если вы смотрите мой канал, то вы знаете. В общем, вот так начала я свой влог непосредственно с покупок. Сразу на выходе из магазина начала снимать. Все в реальном времени, девочки. Все без монтажа. Поскольку денег уже на бытовую химию не хватило, обошлись только туалетной бумагой и пемолюкс у меня из дома. Отчищу все пемолюксом. На сэкономленные деньги приобрела наборы. Экономия должна быть экономной. В общем, сегодня буду снимать вам влог на телефон. Я вроде простенькой программкой научилась монтировать, поэтому простоек не будет. Видео на канале выходит регулярно. Несмотря на то, пока мы там устанавливаем программы на компьютере, я вам буду вот так снимать. У нас ветер, как всегда, поэтому прически красивой не будет. Но влог у нас будет не о прическе, в основном будет о вышибке. Приехали домой. Смотрите, что у меня есть. Смотрите, какая огромная коробка. Огроменная. Стоит возле кровати. Мне нужно снять для вас видео. Посылка из Израиля. От моей рукодельной подружки. Вот. В общем, следующее видео будет об этой посылочке. Ричик, папа тебя гулять зовет. Ты гулять пойдешь? Меня ждет. Маменькин сынок. С мамой хочет. Видите, как приходится постель застилать? Потому что сейчас лапы помоем, и он будет прыгать. В общем, все покрывалы у нас хорошие, застелены всегда старыми махровыми простынями. Маменькин сыночка. Маменькин сыночка. Да, с мамой хочет. Маменькин сынок. Иди с папкой погуляй. Иди. Стёж, иди. Пошли. Вот это лето. В этом году даже не убираем куртки. В общем, два дня жара, два дня входим в куртках. Девчонки меня поздравляли с завершением ремонта. Нет, девочки, это только в одной комнате. Ремонт на кухне, на балконе. А здесь в коридоре ободранные обои. Нужно ещё стены штукатурить. Но это мы оставим до зимы. Вот видите, как я снимаю сейчас на телефон. Всем привет! Так что у нас ремонт в самом разгаре. Отремонтирована у нас только кухня. Шторы повесили. Девчонки спрашивали, что это будут за шторы. Вот под эти шторы мы заказали вот такую штору, рулонку. Она опускается. Очень удобно, когда на улице жара и на ночь закрывается. Вот видите, это белая рулонка. И очень удобно. Если там у меня стоят цветы, то мне не приходится утром рано открывать. Если бы вот эта рулонка висела на стёклах, то пришлось бы её убирать, поднимать. А так, в принципе, удобно. Вот так удобно. В общем, вот так вот. Белая рулонка. Так, мерцает из-за лампочек. Кстати, такие же лампочки в той комнате, но почему-то не мерцают, а именно на кухне мерцает. Моя рукодельница вяжет, сидит. Игрушки уже навязала, пока не будем делать обзор на куколку. Ещё у неё одёжка не довязана. Ну, в общем, у нас получается, что вот эта комната отремонтирована и кухня отремонтирована. О, сейчас заодно покажу, как цветёт моя геранька. Она там стоит на балконе. Такая красивая у меня герань. Она малинового цвета, ярко-малинового, но на ней должны быть штрихи. Это сортовая герань. Она была со штрихами. Это не из черенка выращена, но она переродилась. Теперь штрихов здесь нет. Здесь были тёмно-фиолетовые штрихи. Сорт назывался как-то черри. Но она очень компактная. Это единственная геранька, которая у меня осталась. Вот такие огроменные шапки. А сам кустик компактный. А это перец комнатный, который Тимур сам сажал. Семенами первый раз в жизни он что-либо сажал. И вот его перчик уже зацветает. Один у меня пересажен в горшок, а второй в стаканчике. В общем, нужно мне обязательно сегодня пересадить его в горшочек. Мурзилка, а ты что, на улицу хочешь? Да? Гулять хочешь? Надо тебя стерилизовать. Всё, времени нет тебя отвезти. Да, уколчик сделали ей. На полгода этого укола хватает. И вот за эти полгода надо её простерилизовать. Так, вот ещё у меня цветочки. Это остатки цветов. Хлорофитом у меня и денежное дерево. Всё. Ещё одна у меня бугенвилия есть в комнате стоит. Не хочу я выращивать уже цветы. Не хочу пачкать подоконники. Мне этой рассады хватило. Полная квартира была рассады. Поэтому дома оставлю только эти. И вот видите, какое выросло огромное денежное дерево. Совершенно не видно моих картин. У меня здесь на балконе висит две картины. Кстати, здесь висели бисерные подсолнухи. Вместо вот этих вот нижних цветочков. Вот этот букетик. Букетик. Как цветы-то называются? Господи, герберы. Букетик гербер. И вот внизу висели жёлтые подсолнухи. Я их убрала. А, я зимой убирала. Я побоялась, что от влаги и от холода там бисер золотистый почернеет. Поэтому я на зиму убирала и повесила вот эту картину, вышитую нитками. Это от Чудесной иглы. Картина называется «Любовь». Написано там, наверное, иероглифами «Любовь». Ну, в общем, в магазин ездили, только купили яйца, окрачка, картошку, помидоры, огурцы. Буду готовить ужин. Окрачка у меня будут с картошечкой. Тимур хочет гречку. Алинка гречку не ест. Я ей картошечку отварю. Молодую новую картошечку взяли. Но здесь я не буду показывать, как я что готовлю. У меня есть канал «Жили-были». И если вам интересно, подписывайтесь туда. Там у меня и рецепты, и я блоги иногда снимаю, что я и как готовлю. Вот это наша комната. Она не отремонтирована еще. Окно поменяли. Но вот видите, обои еще такие ободранные. В общем, полквартиры надо ремонтировать. И смотрите, здесь у меня висят какие картины. Надо, наверное, мне о них отдельное видео посетить. Снимать, потому что многие, кто эти картины видит, спрашивают. А я подробно о них не рассказывала. Это мои первые картины. Когда я их начала вышивать, тогда еще у меня не было опыта в ведении канала. Я не знала, что и как рассказывать. Ну, в общем, наверное, нужно поподробнее о них рассказать. Потому что это мои любимые картины. Видите, да, старая гардина какая висит, провода еще пока вот так вот. Но это временно здесь стоит аппаратура. Все будет в той комнате. Там как раз Тимур начал делать проводку. Вот это сирень. Так, сейчас, наверное, плохое освещение. Плохо будет видно. Картина и послание любимой. Картина называется. Одинаково я оформила. Мне очень понравилось оформление. В общем, ну, не буду я на телефон снимать. Буквально сегодня-завтра Тимур мне установит программы. И я смогу опять снимать на камеру нормально. И сниму эти картины. И покажу вам их поподробнее. Расскажу, поскольку они мои самые любимые. Когда я вела трансляцию на заднем плане, висели эти картины. Многие девочки спрашивали, заинтересовались. И я обязательно о них вам расскажу. Ну, ирисы я вам свои показывала. Многим девчонкам нравится вот этот наш чайник в виде самовара. У меня даже есть рубрика на канале «Жили-были». Называется «У самовара». Девочки, самовар стал пахнуть паленым. То есть мы сейчас вот не кипятим там воду. Надо посмотреть, что с ним. Ну, наверное, ему все, каранты. В общем, такой красивый самовар, но так недолго поработал. Ну, сколько он? Полгода. По-моему, полгода у него гарантия. Ну, вот как раз полгода прошло, и все, наверное. И каранты. Наш любимый самовар. Обожала я кипятить там воду, чай пить. Очень удобно. Он на столе вот так вот стоит. И тем более еще у меня есть картины о кжель. И вот такая тарелочка здесь. Ну, как-то все, думали, будет в одном стиле. Но не получится в одном стиле. И я даже не знаю, покупать такой же самовар или нет. Если он так недолго проработал, зачем я его буду покупать? Ну, в общем, надо посмотреть, как будет время. Тимур разберет, посмотрит, что с ним. Очень надеюсь, что получится его как-то починить. Хотя вряд ли. И мне кажется, если так сильно паленым пахнет, то уже это все. Видите, у меня даже полотенчики такие под кжель. Светланка мне дарила две картины. Я их тоже должна вышить. Как можно быстрее. Но если в этом году не получится, то в следующем уж точно. Уже... Я уже все эти полотенчики замызгаю. Уже они из строя выйдут, пока я вышью те картины. Приходится накрывать вот так мультиварку. Все, кто живет в Оренбурге, знают, какая у нас пылища. Там не просто пыль, там песок. Обожаю я вот такие металлические чайники заварные. Кипячу воду в них и сразу засыпаю туда чай. Либо обычный, либо травяной. Поэтому у меня нет красивых чайников. Я обожаю вот такие. Так, что-то Ричард опять там скандалит в подъезде. А, соседская собака только что поднялась. Ясно. Не любит он у нас собак. Людей-то не любит, а собак тем более. Унюхал уже, что только что гуляли соседи. И уже разлаялся. Газовые колонки, конечно же, портят весь вид. Максимум, что мы можем, это задекорировать. Советовали мне девочки закрыть в шкаф. Можно делать шкафы. Девочки, да, можно делать. Но по технике безопасности этого делать нельзя. Нафиг мне нужны лишние проблемы. И приходил газовик, я у него спрашивала. Он не разрешил. Сказал нет. Зачем мне надо, либо будут штрафовать, либо что я от них буду прятаться, двери не буду открывать. А ну нафиг, пусть так висит. А эту матрешку мне Светланка подарила, когда я завариваю чай. Как раз вот этот вот металлический чайник. И как раз на него вот эта вот матрешка. По размеру подходит. Я одеваю. И, в общем-то, вот так все классно. В общем, девчонки, у меня сегодня получился такой небольшой рум-тур. Просили рум-тур, я сказала, его не будет. Но сегодня вот такой вот будет. Коротенький рум-тур фрагментами. Алинка у меня коллекционировала ангелочков. Когда она была маленькая, она не могла пройти мимо ангелочков. Но почему-то здесь осталось сейчас только два больших ангела. А и вот какая-то девочка. Это Алина у меня здесь все выставляет. А куда-то делись маленькие ангелочки. Мне они очень нравились. Но когда мы комнату доделаем, планируем там купить белый новый комодик и на него выставить всех этих ангелочков. Это будет потом Алинкина комната. Не эта комната будет Алинкина. Это прихожая, где ободраны старые обои, но еще не наклеены. Но потолок, как вы видите, уже сделали. Потому что потолок цельный. Он идет из кухни в коридор целиком. Но коридор... У нас обои есть на коридор. Но штукатурить, сами понимаете, жить в однокомнатной квартире и тут же штукатурить. Это грязюка. Но пока занимаемся дачей, мы квартиру не будем трогать. В общем, все оставим до зимы, как есть. А это наш холодильник. Я не хотела сюда вешать магнитики. Я вообще хотела абсолютно все магниты убрать с холодильника, чтобы он был пустой. Но мне присылают очень много подарков. И в каждом подарке есть магнитик. Я не могу эти магнитики выбросить. То есть, они для меня дороги, как память. Поэтому холодильник у меня так и будет завешен. Эти магнитики постоянно пополняются. Надо только их как-то так развесить. Поаккуратнее. А эти вот магнитики, это с Алиэкспресс. Я хотела держатели для пялиц сделать. Вот сюда большой магнит. Вот такие вот смайлики. Это прибор влажность воздуха показывает. Здесь Алина пишет всякие заметки. Ну, в общем, все нужное. Все нужное, ничего убрать отсюда нельзя. Рыжий кот. Там мы покупаем корм для наших животных. Когда мы покупаем корм, в каждом пакетике к вкусняшкам, там вот такой магнитик лежит. И вот тут сидет серия вот таких вот собачек. Ну, как я могу их выбросить? Я даже пакетики не сняла. Надо поснимать пакетики. Мы когда распечатываем, сюда сразу клеим. А это Алина что тут написала. Пожалуйста, почитай книжку «Твой маленький мозг». Алин, хватит вязать, пора книжку почитать. Слышишь? Твой маленький мозг, говорит. Это Илюшка, сын. Магнитик со свадьбы. Это Алинка со своим парнем. Ну, в общем, все нужное. Так, а это для меня тут надо записывать. Что-то умное. Умные мысли какие-то надо сюда записывать. А, здесь пока что расписание написано, когда Алинка болела, какие таблетки нужно пить, чтобы не забыть. Не, это не Алинкины. Это Ричард, когда у него была аллергия. Супрастин по одной человеческой дозе. Половинку человеческой дозы. Значит, пол таблетки. Это Ричарда надо уже снять. Надо что-то уже свое написать. Как я рада, что я купила эти наборчики. По такой классной цене. Когда что-то хочешь, и долго не покупаешь, и вдруг тебе это подворачивается. Ну, вообще супер. Да еще и со скидкой. Ну, вот видите, только стоит мне озвучить свои желания. На тебе, пожалуйста. Вот тебе наборчик со скидкой. А это Алинкина корзина с клубочками. Благодаря нашим зрителям эта корзина постоянно пополняется. Посмотрите, сколько уже клубочков. И мы тоже покупали в Леонардо. И зрители, когда увидели, что Алинка увлеклась вязанием, стали присылать нам подарки с клубочками. И корзина вот такая, смотрите, уже полная. Большое вам спасибо, девчонки. Но Алинка увлеклась не на шутку. Она учит уроки, а в перерывах постоянно вяжет. Вот она все опять что-то вяжет, вяжет. И потом нам расскажешь, покажешь, Алинка, что ты вяжешь? Угу. Потом отдельно мы будем про вязание делать видео. И там она покажет, пока это секрет. Мой станочек постоянно занят. Сейчас спит Мурзилка. Потом подойдет Зая и ее выгонит. Мурзилка слушается. Нашу бабу Заю все животные в доме слушаются. Слышите, а Тимур у нас слушает видео про огород. Что ты там? Как мульчировать слушаешь? Он смотрит огородные видео. Пока я смотрю вышивальные, он смотрит огородные. Потом друг другу рассказываем новости. Ну, в общем, мне после магазина сейчас все это надо разобрать, разложить по местам. Нужно готовить ужин. Ну, и сейчас я вам покажу вышивку, потому что все-таки этот канал о вышивке. Сегодня я вам покажу вот этот процесс, насколько он у меня продвинулся. Татьяна, тебе привет! Танюшка мне прислала этот наборчик Татьяны Шумилина. У нее есть свой канал. Кто не знает, заходите, посмотрите. Огромное у нее количество шикарных работ. Много там что интересного. И у нее длинные болталки. Все, кто любит длинные болталки, под них классно вышивать. И у нее все о вышивке. Мы, правда, ее уговариваем снять еще огород. У нее обалденные фиалки. Она их показывала на своем канале. Ну, хотим, чтобы она еще огород начала показывать. Ну, в общем, Танюшка, за что не берется, у нее все получается. И все получается у нее на пять с плюсом. Вот этот наборчик как-то не пошел у нее, не очень понравился. А я как раз хотела вышивать этот набор. И она мне его прислала. Я уже рассказывала об этом наборе, что получилось у меня. Ну, в общем, я сейчас разверну и покажу. Кстати, здесь в Алинкиной комнате классное освещение. Вот я смотрю сейчас, обалденно. Хотя лампочки такие же, как и на кухне. Там мерцают, а здесь нет. Надо посмотреть, выкрутить такие же или нет. Вроде в одном магазине покупали. В общем, покажу сейчас, насколько я продвинулась. Вот что у меня получается. Пяльца я сняла. Вообще, вот когда смотришь издалека, ну, просто офигенный результат. Вот сейчас я первый раз смотрю на эту картину через камеру. Обалдеть, как мне нравится все. Здесь вышивается на 14-й конве. Конва очень рыхлая. И когда вышиваешь близко, вот особенно вот эти волны, вот эту рябь, потом перья, совершенно непонятно, что получается. И кажется, что в итоге будет какая-то ерунда. Тем более, что вот уриолис, вот эта мягкая конва, она как тряпочка такая. Вот. И вблизи смотрится, ну, вообще как-то все это некрасиво. Очень много здесь вышивается полукрестом. Ну, в общем, при близком рассмотрении совершенно непонятно. Вот, допустим, я взяла пяльца, да, вот я сейчас их поставлю. Вот, смотрите. Вот когда вот этот участок весь вышиваешь, да, вот рябь, рябь, вот все. Как-то здесь размыто все акварельно. И вот вблизи, вот видите, да, вот вблизи, что это такое? Ничего не понятно, что тут за рисунок. И на самом деле вышивать очень-очень скучно и очень-очень сложно. Потому что вот здесь то полукрест в одну нить, то полукрест в две, то крест в одну нить. Очень сложно вышиваются вот эти волны. И поэтому этот набор идет медленно. Но когда вот сейчас я через камеру смотрю издалека, девочки, мальчики, просто обалдеть. Да, Ричард, тебе очень нужно обязательно прыгнуть и посмотреть, и попасть в кадр. Вот смотрите, вот эти лебеди, они белые, но здесь практически нет белого цвета. Вот здесь чуть-чуть беленькие, вот прям чуть-чуть, вот только краешки беленькие, но практически нет белых ниток. Но посмотрите, издалека результат это реально белые лебеди. Вот сейчас я вышиваю кружевной букет от Нитекс, и многие сомневаются, какой же будет результат, если там все коричневое. Здесь тоже все коричневое. Смотрите, темно-темно-коричневые цвета, серые, но лебедь все равно издалека получается белый. Ну, результат, конечно, обалденный. Но здесь еще нет бэка, вот здесь на домиках еще чуть-чуть нужен бэк, но картина сложная. Я не знаю, из-за чего она сложная. Ну, вот, наверное, потому что частая смена ниток идет, хотя вроде рядочками вот вышивается все. Не знаю, может быть, потому что нет мелких деталей. Вот, смотрите, вот это место вышивать, ну, просто скучно. Вот, ну, сложно, сложно идет. Но результат нравится, я все равно эту картину дошью. И я уже показывала вот этот момент, где начала вышивать Танюшка. Она вышила вот этот вот хвостик, вот, да, вот эту попку у лебедя. А я потом ошиблась, причем ошиблась на один квадрат. И полукресты мы с Танюшкой вышиваем в разные стороны. Я попыталась исправить. Какую-то часть крестов я хотела распороть, но поскольку рыхлая канва, на ней очень сложно пороть. Ну, в общем, что-то я распорола, что-то оставила, и получилось вот такая вот двойная, двойной хвостик. Вот, раз, два. Хотя на схеме этого нет. Там не хвостик, сейчас покажу. Вот, видите, да, здесь просто вот так вот пятно, и все ровненько. Вот, видите, вот так. Все ровненько. Вот. А у меня получился вот такой вот хвостик. Но, в принципе, мне нравится, как будто тут крылышко там. Но, мне кажется, непонятно. Если не сравнивать с оригиналом, если вот так оригинал рядом не лежит, мне кажется, вообще ничего не понятно. Вот хвостик и хвостик. Ну, вот здесь на превьюшке ярче смотрится, белее смотрятся эти лебеди. Но картина, в принципе, еще полностью не закончена. Когда она будет полностью закончена, постирана, поглажена, то там тоже будет совершенно другой эффект. И все, конечно, будет зависеть еще и от оформления. Ричард, что ты съел опять? Ну, в общем, вот такие лебеди. Я почему-то думала, что мне осталось здесь совсем чуть-чуть. А здесь не чуть-чуть. Здесь так, получается, что вот так вот у меня вышита голова вот этого лебедя. Так это получается полкартины. А я здесь посмотрела по разметке и думаю, у меня осталось совсем чуть-чуть. Нет, у меня не до конца размечена канва. Я полностью ее не разметила. Здесь еще ого-го, сколько вышивать. В общем, получается, что я пересекла экватор и у меня вышита половина работы. Но для такой сложной работы с однообразными цветами полкартины – это тоже хорошо. Это тоже нормальный результат. Я не могу сказать, что это отдыхалочка. Несмотря на то, что все так просто, 14-я канва, не могу сказать, что легко и что это отдыхалочка. Скорее всего, мне от этой работы нужно отдыхать на других цветных работах, где яркие нитки. Ну, а здесь приходится потрудиться. И вот видите, здесь еще есть третий лебедь. Многие не замечали, что здесь есть третий лебедь. Я, кстати, тоже его не видела. Я увидела только, когда начала вышивать. Когда я этот наборчик разглядывала, я не обратила внимания, что здесь есть еще третий лебедь. Хотя я не знаю, третий, на мой взгляд, здесь лишний. Они так красиво, два лебедя смотрятся. Ну, куда же его теперь денешь? Пусть плавает, ладно, пусть живет. Мы же добрые. Ну, все, девочки, на этом я заканчиваю свой влог. Надеюсь, вам понравилось это домашнее вышивальное ассорти. Такой бытовой, вышивально-бытовой влог. Но для разнообразия решила снять, чтобы не были у меня видео и трансляции однообразные, решила иногда, ну, я и раньше снимала иногда такие влоги, вот, решила повторить опять свой такой влог. Надеюсь, вам понравился. Если понравился, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok